Теоретика. Методические основы практической психологии. Содержание видеолекции. Первое. Общее понятие о практической психологии. Второе. Практическая психология как профессиональная деятельность. Третье. Основные методы практической психологии. Четвертое. Взаимодействие психолога-практика с другими специалистами. Раздел первый. Общее понятие о практической психологии. Формирование социального заказа на деятельность психологов-практиков. Появление профессии практического психолога в начале века было связано с социальными задачами максимального использования индивидуальных ресурсов человека в трудовой и учебной деятельности. Человек должен хорошо работать и хорошо учиться. Значение и престиж практической психологии в последние годы заметно выросли. Обращение за психологической помощью стало достаточно традиционным явлением. Это явилось следствием нескольких обстоятельств. Во-первых, возросла заинтересованность различных организаций и предприятий от мелких частных фирм до правительства в поиске путей совершенствования своей деятельности. Сейчас мало кого удивит встреча с психологом, например, в рекламном агентстве, в банке, в политической партии или в государственных учреждениях. Современного управленца сегодня вовсе не удивляют такие редкие для недавнего времени словосочетания, как психологическая консультация, экспертиза, психологический отбор и тому подобное. Он сам теперь поступает заказчиком подобных услуг. Не случайно за последние годы появилось большое количество практических социально-психологических центров, компаний, фирм, специализирующихся в области практической психологии. Во-вторых, сами профессиональные психологи во многом изменили свое отношение к практике в современных условиях. Именно практика позволила им перейти на новый, более качественный уровень профессиональной деятельности. В этой связи интересны итоги обстоятельного исследования итальянскими психологами структуры профессионального самосознания, проведенного в начале 80-х годов. На основании полученных ими данных можно выделить три основных мнения о предназначении психолога-практика. Представители первого мнения полагают, что психолог должен прежде всего выявить и устранить социальные корни человеческих страданий, включаясь в политическую деятельность. Подобное служение обществу требует не столько технологических знаний и навыков, сколько совершенствования своих личных качеств. Сторонники второго подхода считают, что главной задачей психолога-практика является познание и преобразование социальной жизни, однако главным способом воздействия должно быть в первую очередь использование профессиональных методов и технологий. Психологов, придерживающихся третьего мнения, сближают уверенность в том, что объектом психологической помощи является отдельный человек в системе межличностных связей. Легко заметить, что при всем различии названных мнений, в каждом из них отчетливо выделяется идея практической целесообразности психологии как вида профессиональной деятельности. В настоящее время, несомненно, налицо положительное отношение людей к практической психологии. В настоящее время, значительно расширился круг учебных заведений, профессиональная подготовка в которых включает психологию. Появилась общедоступная литература по проблемам психологии. Количество людей, лично приобщившихся к разным формам социально-психологической практики, резко возросло. Академическая и практическая психология Разделение психологии на академическую и практическую позволяет более полно представить специфику последней. Смысл и цель академической психологии – получение обобщенного психологического знания о человеке в целом, о детерминантах и механизмах его развития, о характере, взаимосвязи и взаимодействии различных качеств. Смысл и цель практической психологии – не только изучение индивидуальности человека, но и обоснование применения определенных способов воздействия на него с целью задействования, прежде всего, внутренних ресурсов его развития. Предметом особого внимания практической психологии является индивидуальность, неповторимость как самого человека, так и конкретных обстоятельств его жизни. Чтобы получить знания об индивидуальности человека, практический психолог должен обладать обобщенным теоретическим знанием, которое он будет использовать, исследуя конкретную жизненную ситуацию этого человека. Большую роль в практической психологии играет личный опыт психолога, его знания о людях, полученные в процессе профессиональной деятельности. Заметны различия и в концепциях академической и практической психологии. Концепция академической психологии сложилась для цели описания и объяснения закономерностей проявления основных психологических феноменов, а также для общения главным образом внутри научного сообщества, на конференциях, в специальных печатных изданиях и тому подобное. Концепция же практической психологии направлена в первую очередь на понимание проблемы клиента и заказчика, на общение с ними и лишь потом на общение между профессионалами. Можно сказать, что академическая психология выявляет типовое у множества людей, определяя тем самым основные параметры, нормы психического развития, а практическая психология на основе знания этой нормы соотносит с ней получаемые данные в отношении конкретного человека, выявляя тем самым уникальность его личности. В ином ключе решается и проблема влияния личности психолога на получаемые результаты. Если в академической науке стремятся к известному упрощению роли исследователей, считая, что метод должен работать сам по себе, то в практической психологии личность психолога является неотъемлемой частью метода. Психолог-практик является не только обладателем знаний, но и носителем опыта, который может быть передан только при установлении между передающим и принимающим отношений типа учитель-ученик. Изучая и объясняя мир человека, психолог-исследователь обычно является приверженцем той или иной научной школы, направления в психологии. В результате объект его изучения оказывается как бы поделенным между различными психологическими концепциями. Отличием практической психологии является безусловное признание единства психики человека и, как следствие, здоровый эклектизм в применении методов, обеспечивающих объективное, интегративное знание о человеке. Несмотря на отмеченные различия между академической и практической психологией, между ними существует довольно тесная связь. Она образуется не только на основании общности базового образования и сети установившихся личных знакомств самих психологов, но и на основании постоянного взаимовлияния этих направлений друг на друга через обмен взглядами, идеями, методами и подходами. Это влияние нельзя назвать неплодотворным. Практическая психология является продуктом двух взаимосвязанных видов активности. Первый – это непосредственная работа психологов по решению актуальных проблем в различных сферах жизнедеятельности людей. Второй вид – это усилия, предпринимаемые профессионалами для адаптации научных теорий к ситуациям реальной жизни. Основные сферы – функционирование практических психологов. Практическая психология в наиболее распространенном ее понимании представляет собой психологическое обеспечение различных социальных сфер – здравоохранения, образования, производства, спорта, права и других. Так понимаемая практическая психология представлена совокупностью отраслей психологии, получивших свое наименование в соответствии с той сферой, в которую они включены – медицинская, педагогическая, инженерная, спортивная, юридическая, военная и т.д. психология. Эти отрасли психологии называют прикладными. Каждая из прикладных отраслей психологии представляет собой научно-психологическое обеспечение и обслуживание соответствующей практической сферы. Другое понимание практической психологии связано с трактовкой ее как особой психологической практики. Психология здесь не включается в существующие сферы практической деятельности, а создает особую сферу психологических услуг. Иначе говоря, психология формирует свою собственную психологическую практику. Системообразующим фактором профессиональной активности психолога при этом выступает психологическая проблема клиента, а средством ее решения – совокупность специальных приемов и способов, в основе которых лежит тот или иной теоретический подход. Практический психолог как субъект психологической работы является профессионалом, чье соответствие должности подтверждено государственным дипломом или сертификатом. Он, как правило, является штатным сотрудником определенной социальной структуры. Клиентом психолога может являться организация, семья или конкретный человек, которые обращаются к практическому психологу за помощью в решении психологической проблемы. Важно, чтобы данная проблема входила в сферу профессиональной компетенции практического психолога. Зачастую психологическая проблема предстает в виде трудностей, барьера, препятствия, которые клиент желает преодолеть при содействии психолога. Для практического психолога выдвинутая проблема является главным компонентом его труда. Именно решение проблемы клиента является основным результатом труда практического психолога. Все сказанное помогает осознать, что спектр деятельности практического психолога довольно обширен. Важно отметить, что эта панорама включает задачи разного масштаба, от исследования восприятия человеком показаний приборов в ходе профессионального психологического отбора до изучения сложных социально-психологических процессов и явлений. Психологические аспекты можно выявить как в глобальных проблемах современности, в таких, например, как борьба за сохранение мира, охрана окружающей среды, освоение космоса, так и в вопросах повседневной жизнедеятельности людей. Задачи и виды профессиональной деятельности практического психолога. Для практической деятельности психолога во всех структурах, где он выполняет свои функции, его деятельность регламентирована определенными нормативами. Например, правовой статус психолога принимается соответствующими министерствами и ведомствами, уполномоченными решать данный вопрос. В частности, Госкомитет Российской Федерации по народному образованию определил, что статус психолога образовательных учреждений утверждается региональным, городским или районным центром психологической службы и излагается в соответствующем положении, уставе, кодексе. В этих документах вполне определенно сформулированы задачи, права и обязанности практических психологов. В число основных задач психолога-практика входят следующие. Первое. Выявление психического ресурса здоровья и психологических характеристик клиентов, конкретного человека, семьи, коллектива. Второе. Содействие государственным, общественным, предпринимательским, коммерческим и иным структурам в эффективном использовании психологического фактора при решении практических задач. Третье. Социально-психологическое сопровождение труда и жизни клиентов в соответствии с социальными целями и жизненными стратегиями. Четвертое. Оказание психологической помощи клиенту и выработка рекомендаций для самостоятельного решения клиентам различных психологических проблем. Пятое. Оптимизация системы психологической работы и повышение собственной профессиональной компетентности. Решая данные задачи, практические психологи осуществляют свою деятельность по следующим направлениям. Организационно-методическое, исследовательско-аналитическое, психотерапевтическое, консультационно-просветительское, а также совершенствование профессиональной компетентности и условий труда. В совокупности эти направления охватывают вопросы психологического сопровождения труда и жизни социальных субъектов, а также совершенствование профессиональной компетентности психолога. Данные направления тесным образом взаимосвязаны, однако это вовсе не означает их обезличивание. В каждом из них можно выделить вполне определенное содержание. Рассмотрим указанные направления более подробно. Организационно-методическая работа психолога включает в себя все уровни планирования его труда, а также подготовительную деятельность по всестороннему обеспечению мероприятий психологической работы. Исследовательско-аналитическая работа предусматривает непосредственное изучение социально-психологических явлений, аналитическую работу с получаемой информацией, адаптацию психодиагностических методик к условиям реальной практики, а также участие в научно-исследовательской работе. Психотерапевтическое воздействие обеспечивает целенаправленное изменение свойств и качеств объекта в интересах выполняемого заказа. Оно заключается в комплексном вербальном и невербальном воздействии на суждение и эмоционально-волевую сферу клиента. Следующее направление профессиональной деятельности психолога – психологическое консультирование и просвещение. Психологическое консультирование – это работа психолога, носящая рекомендательный характер. Она базируется на совместном с клиентом выявлении причин существующих, дискомфортных состояний и психологических затруднений. Психологическое просвещение реализуется в контексте повседневной жизнедеятельности и в виде целевых мер. Оно направлено на повышение социально-психологической компетентности людей. Все эти компоненты взаимосвязаны и в практике работы психолога не разделяются, а дополняют друг друга. Рекомендуемые темы для обсуждения. Первое. Основные различия между академической и практической психологией. Второе. Основные сферы и задачи профессиональной деятельности практического психолога. Раздел второй. Практическая психология как профессиональная деятельность. Понятие о социальном заказе на работу практического психолога. 20 век, наряду со многими противоречивыми тенденциями, характеризуется признанием особой роли индивидуальности каждого конкретного человека, уникальности и неповторимости его личности. Все люди разные. Каждому свое назначение в жизни. Эти простые психологические реальности встречают огромное общественное сопротивление идей, о равенстве всех членов общества, понимаемое прежде всего как равенство способностей и возможностей людей. Эта противоречивость общественного сознания постоянно сопровождает работу практического психолога. К этому надо быть готовым, так как осознание обществом ценности индивидуальности человека осуществляется в том числе и благодаря профессиональной деятельности практического психолога. Для того, чтобы четко ориентироваться в своей работе, практическому психологу необходимо различать социальный заказ на свою профессию, ее общественный статус и свои профессиональные возможности. Актуализация социального заказа на профессию практического психолога происходит не в науке, а скорее в публицистической и научно-популярной литературе, анализирующей проблемы современного человека. В этих двух сферах литературы рождается доступное общественному сознанию представление о содержании профессиональной деятельности практического психолога, как специалиста, который может получить объективные данные об индивидуальных особенностях внутреннего мира человека и использовать их в интересах этого человека. Однако в работе практического психолога возникает множество сложностей в получении, передаче и использовании информации. Это те аспекты его профессиональной деятельности, которые связаны с понятием заказчика, клиента, пользователя психологической информации. Можно сказать, что социальный заказ на работу практического психолога ориентирован на те группы населения, которые не являются психически больными людьми, так как ими занимаются врачи-психиатры, а относятся к категории психически нормальных людей, потенциально способных проявлять индивидуальность и нести за это определенную ответственность. Для практического психолога клиентом является человек, взрослый или ребенок, который сообщает психологическую информацию, то есть передает практическому психологу знания о себе или других людях. При сообщении этого знания клиент предполагает или реально указывает на свою роль в происхождении этого знания. Он считает себя прямо или косвенно ответственным за содержание этой психологической информации. Иными словами, клиент – это человек, который включен в процесс получения психологической информации. Заказчик на работу практического психолога также сообщает ему психологическую информацию. При этом он не считает себя ответственным за ее происхождение. Отчужденность от психологической информации приводит к тому, что заказчик стремится приложить на психолога ответственность за возможное использование этой информации. Восстановление последовательности событий, порождающих психологическую информацию, позволяет решить важный вопрос о пользователе психологической информации, кому и с какой целью может быть передана полученная информация. Например, в отношении психологической информации о детях до 14 лет этот вопрос решается однозначно. Информация сообщается людям, которые несут ответственность за ребенка, то есть его родителям или лицам, их замещающим. Родители же эту информацию могут использовать по своему усмотрению, не ущемляя при этом права самого ребенка. В отношении взрослых людей вопрос о пользователе информации решается следующим образом. Взрослому человеку сообщают содержание психологической информации и ее назначение, а также критерии оценки содержания этой информации с точки зрения заказчика. Таким образом, клиент имеет возможность сопоставлять свои данные с требованиями, предъявляемыми со стороны заказчика, и видеть их соответствие или несоответствие. Психологическая информация в любом случае носит безоценочный характер и предполагает понятный для клиента язык передачи, при этом соблюдается главный принцип работы практического психолога – не навреди. Таким образом, социальный заказ на работу практического психолога отражает сознание в обществе ценности индивидуальности человека и отношение к ней как к реальности особого рода – психологической. В настоящее время под психологической помощью понимается область практического применения психологии, ориентированная на повышение социально-психологической компетентности людей и оказание психологической помощи как отдельному человеку, так и группе, организации. Возможно, психопрофилактическая и психокоррекционная направленность психологической помощи, ее использование в ситуациях преодоления различного рода психологических затруднений. Учитывая все многообразие ситуации жизнедеятельности людей и сложность возникающих у них проблем, все содержание психологической помощи может быть представлено одним из следующих способов. Первое. Оказание помощи клиенту через сообщение ему объективной информации. Этим занимается психодиагностика – одно из направлений практической психологии. Особенность этого вида психологической помощи состоит в том, что психолог несет ответственность за достоверность информации и за форму ее сообщения клиенту. Клиент же сам вырабатывает отношение к этой информации и сам принимает решение о ее использовании. Второе. Психологическая коррекция и психотерапия предполагают комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждение клиента с целью изменения показателей его психической активности с учетом существующих норм полувзрастного психического и социального развития. Третье. Условно различают клинически ориентированную психотерапию, направленную на смягчение или ликвидацию имеющейся симптоматики, и личностно ориентированную психотерапию, ставящую задачей содействия пациенту в изменении его отношений к социальному окружению и собственной личности. Третье. Психологическое консультирование, как вид психологической помощи, адресовано психически нормальным людям для достижения ими целей личностного развития. Консультирование имеет своей целью за счет изменения мыслей, чувств клиента, помочь человеку находить как можно большее количество вариантов своего поведения. Социальный заказ на работу практического психолога всегда связан с использованием понятия нормы, нормы возрастного психологического и личностного развития. Поэтому цель работы психолога-практика – помочь более полному выражению индивидуальности человека, понимается через сопоставление клиента с другими людьми, представляющими в конечном итоге эту норму. В ходе работы практически психолог открывает для клиента особенности его психической реальности. С этой целью он фиксирует то, на какие особенности психологической информации в большей степени ориентируется клиент. Данная система оценок при восприятии клиентом той или иной психологической информации может быть положена в основу выделения типов взаимодействия клиента с психологом. Первый тип взаимодействия клиента и психолога связан с решением социальной задачи. Он специфичен тем, что клиент воспринимает информацию, тему взаимодействия с психологом, на основе строго нормированных социальных оценок, которые могут быть представлены по шкале правильно-неправильно. Другой тип взаимодействия клиента и психолога связан с решением – этической задачи. Переживание клиента ориентировано по шкале этической оценки, то есть хорошо-плохо. Этическая задача дает возможность клиенту осуществлять выбор между оценкой других и своими переживаниями. Третий тип взаимодействия психолога с клиентом связан с решением нравственной задачи, которые требуют осуществления нравственного выбора, уточняющего границу добра и зла в реальных жизненных обстоятельствах. Сами по себе понятия добра и зла по отношению к переживаниям человека и к психологической информации не вносят в них качественных изменений. Эта задача не имеет логического конца, так как нет четкого критерия добра или зла, который был бы однозначно применим при анализе событий. Четвертую категорию задач можно назвать, собственно, психологическими задачами. В общем виде они характеризуются тем, что клиент ставит вопрос о значении того или иного содержания психологической информации в его жизни. Специфичность этих задач в том, что клиент не только демонстрирует свою систему оценок, переживаний, но и готов эту систему изменить, сопоставить разные системы оценок. Иначе говоря, он открыт для освоения других форм поведения, оценок и способен к иным перспективам и целям своей деятельности. Общая структура и содержание профессиональных действий психолога при получении профессиональной задачи. Известно, что основным классом ситуации профессионального взаимодействия психолога с клиентом являются ситуации и задачи на общение, даже если общение и опосредовано применением каких-либо приборов, методик, вычислительной техники и тому подобное. Именно общение психолога с клиентом, выступая, пожалуй, основным средством решения профессиональных задач, создает одновременно и ту особую среду взаимодействия, которая является мощным фактором позитивного психологического воздействия на человека. Предметом познания и воздействия при этом является психическая реальность человека, группы, характеризуемая чрезвычайной сложностью, уникальностью своего проявления. Тем самым, в принципе, исключается возможность какого бы то ни было жесткого нормативного закрепления определенного способа деятельности, тщательно регламентирующего каждый ее шаг или элемент. Деятельность психолога ввиду чрезмерной интеллектуальной сложности решаемых задач в этом плане является максимально индивидуализированным видом профессиональной деятельности. В то же время необходимо учитывать, что системообразующим фактором профессиональных действий психолога является психологическая проблема человека, обратившегося за помощью, либо задача, поставленная руководством. И те практико-методологические задачи, которые являются логичным следствием перевода психологической проблемы клиента в профессиональную задачу психолога. Перевод проблемы в профессиональную задачу в технологическом плане как раз и заключается в выделении обязательных структурных элементов и этапов, которые характеризуют закономерный, научно обоснованный характер профессиональной деятельности практического психолога. Основными этапами, характеризующими наиболее типичный технологический цикл профессионального взаимодействия с клиентом, являются следующие. Первое. Уяснение и оценка ситуации профессионального взаимодействия. Сюда входит А. Уяснение проблемы, Б. Перевод проблемы на язык психологической науки, В. Анализ собственного опыта решения подобных проблем, Г. Анализ научного опыта решения подобных проблем другими психологами. Второе. Принятие решения. А. Выбор теоретической модели личности, объекта деятельности и ситуации, Б. Построение теоретической репрезентации проблемы, В. Выдвижение гипотез о причинных связях наблюдаемых явлений, Г. Выбор метода техники работы с клиентом, сбора данных и их обработки, а также модели интерпретации полученных данных. Третье. Следующий этап. Исполнение принятого решения. К данному этапу относятся А. Психодиагностика состояния объекта, Б. Интерпретация и построение предварительного заключения, то есть составление психологического портрета явления, В. Прогноз причинно-следственных отношений в модели реальной ситуации, Г. Выбор действующих факторов или управляемых воздействий и оценка вероятных последствий их применения, Д. Непосредственное осуществление психотерапевтического воздействия, если требуется, Е. Рефлексия способа осуществления психотерапевтического воздействия, динамики состояния объекта и внесения необходимых коррективов, Четвертое. Оценка результатов и их обслуживания. На данном этапе осуществляется разработка и выдача конечных рекомендаций для обследуемого и для должностных лиц, а также оценка и обсуждение результатов работы с клиентом, должностными лицами, с коллегами, то есть с другими психологами, медиками, социальными работниками и т.п. Рекомендуемые темы для обсуждения. 1. Основные типы взаимодействия клиента и практического психолога. 2. Алгоритм действий практического психолога при получении профессиональной задачи. 3. Основные методы практической психологии. 4. Психодиагностика. 5. Психодиагностика относится к числу основных методов деятельности практического психолога. В настоящее время существует несколько определений психодиагностики. Приведем наиболее часто употребляемые из них. 5. Психодиагностика – это совокупность методик, позволяющих оценить индивидуально-психологические особенности человека. 6. Психодиагностика – это наука, занимающаяся проблемами разработки и постановки психологического диагноза. 7. Психодиагностика – это особая форма мышления специалиста, идущего от общих закономерностей к индивидуальным особенностям личности. 7. Практическая психодиагностика – это достаточно сложная область практической психологии, особая психологическая специальность. 8. Практическая психодиагностика выступает как применение в реальных жизненных условиях, конкретных обстоятельствах, результатах теоретической психодиагностики, то есть разрабатываемых ею методов и методик. 9. Практическая психодиагностика в числе прочих отвечает на следующие вопросы. Как выглядят на уровне фактов поведения человека защитные механизмы личности? Каким способом зафиксировать наличие защитных механизмов у разных людей? Практик должен учитывать конкретные обстоятельства обследования, их влияние на полученные индивидуальные результаты и сопоставлять эти результаты с имеющимися нормативами. Психодиагност-практик работает с конкретной уникальной ситуацией, даже если это ситуация массового обследования. Основная научная категория, с которой работает психодиагност-практик, это категория возрастной нормы развития личности и возрастной нормы психического развития. Для понимания средств и способов получения психологической информации необходимо различать задачи клиента и задачи психодиагноста. Клиент строит свое взаимодействие с психологом в зависимости от того, какой для него представляется существующая ситуация, то есть считает ли он ее ситуацией экспертизы или ситуацией психологической помощи. Клиент в ситуации экспертизы предельно ориентирован на осознанное соблюдение социально одобренных форм поведения, то есть стремится действовать правильно и готов отказаться от малейших признаков индивидуальности. В ситуации оказания психологической помощи взаимодействие клиента и психодиагноста строится иначе. Клиент готов выполнять все инструкции, он вносит в них свой вклад, уточняет, переспрашивает, просит новых заданий. Отношения между психологом и клиентом в этом случае открытые и направлены на сотрудничество. В соответствии с научным подходом в психодиагностических процедурах каждый из изучаемых параметров должен быть теоретически обоснован, практически значим и соответствовать изучаемой деятельности. Психологическое консультирование. Главная задача психолога-консультанта состоит в том, чтобы обеспечить нормальному, психически здоровому клиенту условия для осознания и освоения им нешаблонных позитивных способов поведения, которые позволили бы ему реализовывать свой личностный потенциал. Психолог-консультант должен вступить в такое взаимодействие с клиентом, чтобы тот смог найти новые способы действия, новые переживания, новые мысли и новые цели для дальнейшей жизни. Используя вообще не такие методы воздействия, которые помогают клиенту снять тревогу и напряжение, психолог показывает ему, как надо общаться с людьми. Психолог-консультант не занимается постановкой диагноза. Он анализирует ситуацию клиента как уникальную, применяя для этого анализа специальные знания. Одним из специальных методов анализа этой ситуации является интервью, цель которого создание для клиента альтернативных прежним, новых вариантов его действий, переживаний, чувств, мыслей, создания большей мобильности его внутреннего мира. Интервью всегда индивидуально, так как предметом взаимодействия является уникальный внутренний мир клиента. Тема интервью задается клиентам в определенном, строго индивидуальном контексте. Одна и та же тема, например, переживание своей родительской некомпетентности, может быть задана, например, в контексте неполной семьи, повторного брака или в контексте переживаний человека с правами попечителя, а не родителя. Интервью предполагает оказание воздействия на клиента с помощью вопросов и специальных заданий, раскрывающих потенциальные возможности клиента. Вопросы являются основным способом воздействия психолога на клиента в ходе интервью. По форме проведения консультации могут быть очными и анонимными. Пример анонимной консультации – телефон доверия. Кроме того, различают индивидуальные и групповые, в том числе семейные, консультации. Основным методом анализа специфической ситуации является консультационная беседа. Большой вклад в дело оздоровления и обстановки в коллективах, семьях и других объединениях вносит индивидуальная консультация лиц, обратившихся к психологу с целью разрешения конфликтных ситуаций, сложных жизненных проблем. В ходе консультирования клиенты получают необходимые им психологические знания и обучаются методам контроля и саморегуляции психоэмоционального состояния. Очень часто в ходе проведения подобного рода работы выявляются лица со склонениями от нормального процесса социальной адаптации и принимаются решения о более углубленной работе с ними. При групповом консультировании психологу приходится иметь дело со сложной системой, какой является любая группа. Поэтому первое, с чем начинает работать психолог при групповом консультировании, это система реально существующих отношений между людьми, которые при консультировании могут и не проявляться. Содержание этих отношений может быть самым различным, и для психолога очень важно предоставить субъективную модель поведения каждого члена группы, чтобы в процессе работы, то есть при консультировании со всеми членами группы, каждый из них смог бы выработать свои направления в исследуемой ситуации. Группа в ситуации консультирования может выступать как коллективный клиент, а может быть так, что в ней один или несколько человек клиенты, а остальные выступают в роли заказчиков или пользователей психологической информации. Заканчивать консультацию лучше всего домашним заданием, обязательно отмечая для клиента необходимость отчета о его выполнении или невыполнении. Таким образом, мобилизуются средства контроля над содержанием изменений, происшедших с клиентом во время консультирования. Психокоррекция и психотерапия. Наиболее сложным и важным участком труда психолога является психокоррекция, которая проводится в случае, если в ходе психологической консультации выявлены отклонения от функциональной нормы в поведении клиента. В силу существенных различий, характеристика групповой и индивидуальной психологии выделяют индивидуальную и групповую психокоррекцию. В ходе корректирующего воздействия создаются условия возникновения эмоционально насыщенных ситуаций, в момент которых и могут быть достигнуты цели психокоррекции. Можно выделить два направления индивидуальной коррекции. Первое представляет собой комплекс индивидуализированных мероприятий по усилению регулирующих функций психики, развитию эмоционального самоконтроля и самоуправления, укреплению самообладания. Второе направление – нормативно-ценностная коррекция. Она заключается во внесении определенных изменений в индивидуальную личностную систему норм и поведенческих эталонов, в соответствии с которыми клиент вносит коррективы в свою жизнь. Методы групповой психокоррекции направлены на развитие коммуникативных способностей клиента или клиентов, на развитие умения анализировать поведение и состояние членов группы и свое собственное поведение и состояние, на развитие умения анализировать всю ситуацию в целом и себя в ней, в частности, на правильное восприятие себя и окружающих. При этом вырабатываются и корректируются нормы личностного поведения и межличностного взаимодействия, а также развивается способность чутко реагировать на ситуацию, быстро перестраиваться в различных условиях и в разных группах. Групповая психокоррекция проводится как со специально подобранными для этой цели группами, так и с реальными коллективами, например, с семьями. На практике сам термин терапия в большинстве случаев воспринимается как медицинский. В то же время методы психотерапевтического воздействия основаны на данных педагогики, социологии, физиологии, медицины, психологии и других наук. Психолог-психотерапевт может работать как в медицинском, так и в немедицинском учреждении. Допуском к психотерапевтической работе является диплом или сертификат соответствующей квалификации. Психолог-психотерапевт работает с категорией психическое здоровье и категорией норма психического развития, которые для каждой личности имеют огромное значение. Психотерапевт берет на себя роль создателя некоторых аспектов, из которых складывается личность человека. Таким образом, психотерапевт разделяет с клиентом ответственность за изменения его внутреннего мира и показатели психического здоровья. Процесс психотерапии можно описать следующим образом. До взаимодействия с психотерапевтом клиент обладал одним содержанием своего внутреннего мира. После взаимодействия с психотерапевтом это содержание изменилось. Существуют четыре основные модели психотерапии. Первое. Психотерапия как метод лечения, воздействующий на состояние функциональных систем организма в сфере психических функций, то есть медицинская модель психотерапии. Второе. Психотерапия как метод, приводящий в действие процесс научения, то есть психологическая модель психотерапии. Третья модель. Психотерапия как метод действий, манипуляции, имеющий характер инструмента и служащий целям общественного контроля над личностью, то есть социологическая модель психотерапии. Четвертое. Психотерапия как комплекс явлений, происходящих в ходе взаимодействия между людьми, то есть философская модель психотерапии. Основные методы по форме психотерапевтического воздействия можно разделить на две большие группы. Индивидуальная психотерапия и групповая. Они отличаются методикой, приемами и средствами, но задачи у них во многом схожи. Перечислим их. Первое. Изучение личности клиента, его эмоционального реагирования, мотивов, поступков, системы отношений. Второе. Выявление и изучение механизмов, способствующих как возникновению, так и сохранению невротического состояния. Третье. Достижение у клиента осознания и понимания причинно-следственных связей между особенностями его системы отношений и заболеваний. Четвертое. Помощь клиенту в разрешении психотравмирующей ситуации, изменение его отношения к ней. Пятое. Коррекция направленных реакций и форм поведения, что ведет к улучшению самочувствия клиента и к восстановлению полноценной жизнедеятельности. Одна из основных задач психотерапевта состоит в том, чтобы, возможно, более полно отдавать себе отчет в изменениях, происходящих в личности клиента. Критерии эффективности практического психолога. Правильный выбор критериев эффективности практической деятельности психолога является важнейшим условием ее оптимизации. От их точности в существенной мере зависит ход и результат всей социально-психологической работы. Критерий – это признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо. Критерий выражает сущностные изменения объекта и является необходимым инструментом оценки. Знание практическим психологам общих черт и особенностей своей профессиональной деятельности, ее структуры и содержания является необходимой предпосылкой ее успешного осуществления. При оценке эффективности работы практического психолога необходимо учитывать наличие у него, первое, профессиональных знаний, то есть общих сведений об объектах исследования, психологических технологиях реализации функциональных обязанностей и так далее. Второе – профессионального умения, то есть обширного арсенала действий по выполнению профессиональных функций. Третье – психологических качеств, то есть его профессионального мышления и сознания, проницательности и так далее. Четвертое – особенности профессиональной позиции, то есть деятельностного проявления профессионального менталитета психолога. По результатам проверки и оценки деятельности психолога составляется соответствующий акт с анализом положения дела в организации и качества проведения социально-психологической работы. В выводах и заключениях отмечается уровень соответствия деятельности психолога соответствующим профессиональным требованиям. Особое внимание обращается на всестороннюю характеристику профессиональной компетентности психолога и его пригодность к выполнению должностных обязанностей. Даются рекомендации по совершенствованию социально-психологической работы с учетом передового опыта в этой области. Оценка реальной практической деятельности психолога предполагает выбор целой системы показателей, позволяющих всесторонне оценить степень соответствия ее результатов предъявляемым требованиям и профессиональную компетентность психолога для реализации поставленных целей. Так, наиболее общим критерием может быть создание системы социально-психологического сопровождения труда и жизни человека, которая обеспечивает эффективное влияние на решение его трудовых и личных жизненных проблем. Частные же критерии призваны отражать соответствие процессуальной и результативной стороны различных видов деятельности психолога нормативным требованиям. Рекомендуемые темы для обсуждения 1. Характеристика основных методов практической психологии 2. Основные критерии эффективности работы практического психолога 1. Раздел 4. Взаимодействие психолога-практика с другими специалистами 1. Психолог и руководитель 1. Часто бывает так, что клиенты, прежде всего из состава руководящего персонала и коллектива, в которых существуют неразрешенные проблемы, нуждаются не в общих психологических знаниях, хотя и они немаловажны, а в конкретном совете психолога. 2. Советы требуются при решении различных вопросов, например, как вести себя в той или иной ситуации, как справиться с возникающими психологическими трудностями, как построить взаимоотношения с кем-либо. 3. Именно при решении подобных вопросов необходима психологическая консультация. 4. Сущность взаимодействия психолога и руководителя состоит в том, что психолог дает необходимые рекомендации по изменению тех или иных психологических факторов, затрудняющих нормальное функционирование руководителя на рабочем месте, в повседневных и нестандартных ситуациях. 5. Он может также предложить руководителю различные стратегии его поведения в потенциально конфликтных ситуациях. 6. По долгу профессиональной деятельности руководитель находится в межличностных отношениях членами своего коллектива. 7. Эти отношения определены как содержанием совместной работы, так и существующими в коллективе нормами, ценностями, традициями и тому подобным. 7. Руководителем может быть лишь тот человек, который обладает определенным набором личностных качеств, психологических черт, таких как инициативность, общительность, уверенность, энергичность. 8. От этих качеств зависит мера его влияния на коллектив. 9. Мера влияния на коллектив не является величиной постоянной. При одних обстоятельствах возможности руководителя могут возрастать, при других, напротив, снижаться. 10. Практический психолог может выявить причины подобного изменения влияния и при необходимости определить содержание психологической помощи. 11. Иногда возникают ситуации, когда руководитель прибегает к помощи психолога для разрешения проблемной ситуации и решения конкретных задач, связанных с жизнью коллектива. 12. Это и является предметом взаимодействия руководителя и психолога. 13. При взаимодействии руководитель и психолог могут решить следующие задачи. 14. Первое. Обеспечение правильного понимания руководителем сущности предназначения коллектива. 15. Второе. Правильное понимание коллективом роли, места и предназначения руководителя в коллективе. 16. Третье. Создание атмосферы взаимопонимания между руководителем и коллективом. 16. Четвертое. Оказание психологической помощи каждому члену коллектива в полноценном и гармоничном личностном развитии. 17. Психолог и медицинский работник. Взаимодействие психолога и медицинского работника непосредственно связано с их воздействием на клиентов и на их окружение. 18. Во-первых, психолог и медицинский работник очень часто имеют дело с различными негативными проявлениями – эмоциональной неустойчивостью, неврозами, расстройствами. 19. Во-вторых, специфика профессионального мышления и профессиональных действий медицинского работника и психолога предполагают выработку собственной гипотезы, ее обоснования, проверку и принятие решения. 20. В-третьих, психолог и медицинский работник видят результат своей деятельности в изменении параметров психической и физической активности человека, например, появление новых желаний и чувств, изменение физических возможностей человека и т.д. 21. В то же время существенное различие между психологом и медицинским работником состоит в том, что медицинский работник лечит болезни, тогда как психолог имеет дело с душевной болью человека. 22. Совместная работа медицинского работника и психолога начинается с формулировки общих целей, которые будут определять способы воздействия на человека. 23. С позиции профессиональной деятельности медицинский работник любой специализации должен пользоваться данными психолога о внутреннем состоянии человека, об уровне нарушения психических функций, системе ценностей, переживаний и т.д. 24. Он должен использовать эти данные для соответствующего воздействия на пациента. 25. Осуществлять совместную профессиональную деятельность психолог и медицинский работник могут по таким направлениям, как совместное построение гипотезы о внутренней картине болезни человека, 26. Собственное профессиональное развитие через совершенствование психологических и медицинских знаний о картине болезни человека. 26. Через постановку и решение подобных вопросов практический психолог может и должен быть участником лечебных, диагностических и профилактических действий представителей медицинских специальностей. 27. Психолог и юрист. 28. В юридической практике существует несколько видов деятельности, где используется психологическая информация, например, следственная и адвокатская практика. 29. Для следователя важны вопросы восстановления логики событий, повлекшей противозаконное поведение человека. 30. Для адвоката также необходима конкретная модель поведения человека в определенных обстоятельствах. 31. Однако если для следователя важна объективная достоверность, подтвержденная реальными фактами, то адвокату достаточно объективная обоснованность логики действий человека. 31. Иными словами, следователи интересуют, что было на самом деле, а адвокаты интересуют, почему произошло то, что было. 32. Отсюда и различия в использовании психологической информации. 33. Для следователя важен вопрос о том, что сделал человек, а для адвоката, почему он это сделал. 34. Перед психологом возникает задача воссоздания субъективной логики поведения человека в конкретных обстоятельствах. 35. Специфика сотрудничества юриста и психолога состоит в том, что оба специалиста конкретизируют модель поведения человека. 36. Психолог может и должен дать юристам сведения о способности данного конкретного человека отвечать за свои поступки. 37. Таким образом, предметом взаимодействия представителей юридической практики и психолога являются нормы ответственности. 38. Практический психолог через получение психологической информации в сфере своей профессиональной компетентности непременно должен уделять внимание таким вопросам, как 1. Адекватность использования юристам категории ответственности в модели человеческого поведения. 39. Специфика видения категории ответственности конкретным человекам. 40. Видение юристам степени владения человеком категории ответственности. 41. Четвертое – соответствие юридической нормы ответственности, индивидуальному пониманию человеком категории ответственности и т.д. 42. Через решение подобных вопросов психолог может оказывать конкретную психологическую помощь всем участникам юридической практики. 42. Психолог и социальный работник. Профессия социального работника в нашей стране не является массовой. 43. Это приходится констатировать с сожалением, учитывая число проблем, с которыми сам человек подчас просто не справляется. 44. Вот только некоторые из них – одиночество, психически больной член семьи, хронический алкоголизм родителей и семейные конфликты. 45. Социальная и физическая беспомощность человека – так кратко можно сформулировать проблемы, которые решает социальный работник, становясь при этом важной частью жизни конкретного человека или конкретной семьи. 46. Предметом профессиональной деятельности социального работника является ненасильственное, непосредственное участие в жизни конкретного человека, где место социального работника будет определяться степенью влияния на судьбу конкретного человека. 47. Естественно, что требования профессионализма требуют от социального работника делать это в соответствии с закономерностями индивидуальной жизни. 48. Эти закономерности жизни являются предметом для профессионального сотрудничества психолога и социального работника. 49. Социальный работник помогает человеку в решении задач его социального развития и функционирования. 50. Эта помощь будет особенно эффективна, если она способствует созданию необходимой для жизни человека перспективы. 50. Психолог посредством углубленной диагностики может существенно помочь социальному работнику в организации его усилий по выполнению профессионального долга. 51. Но если социальный работник постоянно присутствует в жизни человека, внося в нее необходимые воздействия, то присутствие психолога относительно кратковременно и ограничено конкретными обстоятельствами жизни. 52. Психолог осуществляет правильную ориентировку в задачах и резервах развития конкретного человека, а социальный работник, как ключевая фигура в системе отношений человека, выполняет исполнительную часть воздействия согласно ориентировке психолога. 53. Таким образом, взаимодействие психолога и социального работника помогает им правильно разобраться в закономерностях жизни клиента, выработать перспективы в жизни клиента и возможности их осуществления, осознать роль и место социального работника и психолога в жизни человека и на этой основе принять профессиональную ответственность за воздействие на организацию жизни клиента. 54. Психолог и педагог. 55. Основной смысл содержания взаимодействия психолога и педагога определяется потребностью разработки, планирования и осуществления единой психолого-педагогической стратегии сопровождения обучаемых. 56. Их взаимодействие позволяет объединить разностороннюю информацию об обучаемости и выработать общую линию его дальнейшего обучения и развития. 57. В этом смысле педагог непосредственно реализует функцию обучения, психолог же осуществляет методическое обеспечение и экспертное оценивание различных сторон учебного процесса. 58. Если педагог нуждается в информации психолога о внутренней картине наблюдаемых внешних проявлений, о глубинных истоках и механизмах существующих учебных и социально-психологических проблем, то психолог также нуждается в информации педагога, результатах его наблюдения и анализах характеристик учебной деятельности и поведения ученика. 58. Не обладая такой информацией, психологу трудно соотнести свои психологические факты с реальной жизнедеятельностью школьника или студента. 59. Профессионально-этические принципы деятельности практических психологов. 60. В своей работе практическому психологу важно руководствоваться рядом правил, основанных на социально-правовых и профессионально-этических нормах. 60. Эти правила или принципы таковы. 61. Первое. Принцип ненанесения ущерба клиенту. 62. Данный принцип обращает внимание психолога на то, чтобы ни процесс, ни результат его деятельности не наносили вреда здоровью, социальному положению или интересам человека. 63. Важно учитывать особенности каждого, с кем приходится работать, применять безопасные и наиболее приемлемые методики для достижения цели. 63. Второе. Принцип беспристрастности. 64. Он требует от психолога практика не допускать предвзятого отношения к кому бы то ни было, исключать в формировании выводов и осуществлении действий психологического характера, противоречащих научным данным. 64. Полученные результаты должны быть научно обоснованы, выверены и всесторонне взвешены. 65. Третье. Принцип конфиденциальности. 65. Этот принцип означает, что полученные материалы не должны сознательно или случайно распространяться во избежание компрометации кого бы то ни было, клиента, психолога или заказчика. 66. Этот принцип обуславливает следующие обязательные правила. 66. Строгий учет полученной информации, возможно, с применением системы ее кодирования. 67. Постоянный контроль над результатами психологической работы и ограниченный доступ к ним клиента или иных лиц. 68. Корректное использование сведений психологического характера. 69. Четвертое. Принцип профессиональной компетентности. 69. Данный принцип указывает на то, что реализация должностных функций основывается на знании сущности социально-психологических явлений, особенности их проявления в конкретных условиях и ситуациях. 70. Не менее важно знать о своих правах и обязанностях, возможностях и ограничениях. 70. Профессиональная компетентность в конечном итоге предполагает совершенное владение инструментарием, приемами и продуктивными технологиями для успешного выполнения профессиональных обязанностей. 71. Таким образом, профессиональная деятельность психолога – один из важнейших видов социальной активности, направленной на сохранение психической реальности как особой характеристики жизни людей. 73. Рекомендуемые темы для обсуждения. 74. Первая. Общие задачи взаимодействия практического психолога с другими специалистами. 75. Вторая. Основные профессиональные этические нормы и принципы деятельности практического психолога. Продолжение следует...